Всем привет! Сегодня у меня второе цветение сиренца. Честно, оно получилось бледнее. Но я могу сказать в защиту себя, что я его мало подкармливала, и он растет в очень... Вот, я не знаю, вот он у меня вот почти по плечу, и вот он у меня растет, получается, в маленьком горшке, который вот тут вот видно вот такое вот. То есть для него этот горшок очень маленький, его надо по-хорошему пересаживать, и он тогда покажет более такой себя хорошей расцветку, более хорошую. Пока на данный момент он, ну, вот такой вот сиреневенький. Вот так вот лучше видно цвет. Он такой сиреневенький, розовая серединка. И здесь какие-то красноватые мазки есть. Пятна у него виднелись. Кстати, прожилки у него здесь все равно есть. Не сильно видно, но есть прожилки. Ну, из-за того, что, может быть, ну, вот тут вот хорошо видно. Он, видите, не до конца расправился. Здесь хорошо видно вот эти прожилки. Вот. У него были, значит, пятна. Я, честно, видела. Вот пятно. Опять такое одно. С пятнами он все-таки пожалел. Я не знаю, почему. Здесь такой вот рисунок. Ну, вот пятна он пожалел. Ну, ничего страшного. Ну, потом подождем еще. В общем, это вот одно пятно, вот это хорошее. Вот. Вот такой вот он получился. Розовый. Да не, не розовый, сиреневый, наверное, с розовым таким. Еще я, знаете, почему, наверное, думаю. Я его оборвала позавчера, Буток. Потому что он должен был распуститься вчера. А так как я вчера уезжала на работу на сутки, ну, фотографировать просто, ну, как бы, ну, некому было фотографировать это все дело. И я приняла решение оторвать бутон и поставить его в холодильник. В стакан с водой. Ну, и в пакет, соответственно. И это на самом деле сработало. Потому что я его сейчас, вот утром я приехала, я его достала из этого стакана, поменяла воду на теплую. И он у меня в стакане распустился. Да, может быть, он распустился не так, как хотелось бы. Потому что навряд ли он до конца выпрямит вот эти лепесточки. Хотя, по идее, должен. Не знаю, я его сейчас поставлю в воду, посмотрю на него. Но не факт, что он выпрямит. Но уже хорошо, что он распустился. Вот. Поэтому я его так поставила на его же куст. Вот тут, видите, еще бутоны растут. Я его померила. Он ровно 17 сантиметров в этот раз. Неплохой размер, я считаю. Очень неплохой. У меня это второй крупномер, который у меня выродился из сеянцев. Первый у меня все один раз процвел оранжевым с пятнами. И так и не хочет никак дальше зацветать. Ну, ждем. Может, все-таки соизволят за это лето. Вот. Опилила я вот этих двух товарищей. Вот, видите, слуна моська, как говорится. Сейчас я немножко отодвину. Сейчас. Помидоры, помидоры. Вот. Слон и моська. Значит. Сенец 17 сантиметров. А этот 10 сантиметров. Вот. И посмотрите, какая разница. Да? Почти в два раза. Ну, не в два раза. Ну, почти в два раза. Есть разница. Ну, опылила я, значит. Посмотрим, что будет. Ну, солнышко на солнышке. На солнышке вот такое вот. Ну, такие вот дела. Изнанка у него, кстати, обычная. Ничего интересного нет. Просто обычная изнанка. Как и, в принципе, у многих. Так. А у этого? Ну, у этого тоже обычная изнанка. Тут тоже, наверное, смотреть-то и нечего. Я раньше показывала изнанки. А теперь, мне кажется, я все знаю. А остальные не важно. Ну, иногда изнанка очень красиво и интересная получается. Вот. Здесь, как и у многих. Вот такая красота. Всем спасибо. Всем пока. Ну, кстати, если у вас есть какие-то намеки... Я всегда заранее обращаюсь, блин, а потом что-то говорить начинаю. Если у вас есть какие-то намеки на имя этого сеянницы, я буду рада выслушать, посмотреть. Потому что вот он сейчас процветет. И я буду искать на него интересное имя. Вот он, кстати, меня, вот видите, первый раз цвел, и он даже завязал коробочку. Посмотрим, вынесет, не вынесет. Вообще нужен. И черенки я поставила на укоренение. Посмотреть, как он укореняется. Ну, вот. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok